Сейчас такое время, что с российским правительством может случиться все что угодно. Я при этом не думаю, что Путин может, например, взять и уволить Медведева. Я думаю, что между ними есть, как это сейчас модно говорить, пацанское соглашение, что Медведев себя настолько идеально вел и настолько демонстративно является чисто техническим премьером, без каких бы то ни было амбиций, без какой бы то ни было собственной позиции, что увольнять его, собственно, не за что. Но это не распространяется на министров правительства Медведева. И мы видим, что это правительство несет потери и, скорее всего, будет продолжать нести потери. Как многие предсказывали в момент, когда Путин приходил на пост президента, я в том числе говорил про это, это правительство будет нестабильным. А желающих занять его место, напротив, будет достаточно много, несмотря на угрожающий стране экономический кризис и все сложности, которые существуют. Очередь достаточно большая. Здесь можно назвать Алексея Кудрина, и Сергея Шойгу, и Дмитрия Рогозина, и многих других людей. Я думаю, что не все имена мы даже сейчас можем предположить, потому что Путин всегда сторонник нестандартных кадровых решений. Я думаю, что эта атака со стороны силового крыла на условных либералов окружения Медведева будет продолжаться, и мы будем видеть и дальше скандалы, типа Исколковского, и типа Ливановского с диссертациями, и многих других подобного же рода скандалы, которые будут как бы дискредитировать, хотя я не считаю, что там было хоть что-то, что у Ливанова, что у Сколкова, что в других случаях дискредитирующие министров, для того, чтобы вынудить Медведева психануть, уйти в отставку и тем самым поменять правительство. Я думаю, что критическим периодом будет осень, когда груз экономических проблем будет возрастать.